И мы переходим к тому, что происходит на фронтах, потому что вот тут Шойгу сказал отступать из Херсона. Вот как-то мне, как только что-то говорит Шойгу, мне в это не верится. Описание фронтов. Значит, реально сейчас на местности. Они отходят по всему периметру бывшего плацдарма или еще существующего плацдарма на правом берегу. Реально отходят, без дураков. Значит, и степень и глубина этого отхода сейчас изучаются. Потому что, с одной стороны, все мои знакомые военные, которые там находятся, все доложили, что продвинулись вперед, занимают города и веси. Ну, веси в основном. Все села. А вот с другой стороны, и часть сил уже обнаружены на левом берегу, которые занимают там две новые линии обороны, накопанные, ну, в кавычках, окопы. Вот вдоль Днепра. С другой стороны, непонятные ответы на следующий вопрос. Порядок отвода сил и зрес, которых там больше 20 тысяч. Через две нитки, как и Новокаховская и Антоновский мост, они в таком состоянии, что очень быстро войска оттуда не выведешь. Второе, ну, и там использование всех этих понтонов и так далее, и так далее. Второй вопрос, значит, оставляют ли какой-то заслон, который будет чинить, скажем так, сопротивление, не давать украинским войскам быстро продвигаться вперед. Или даже давать арьергарные бои с целью нанести максимальные потери. Может быть, и такая задача по столу. Потому что они собираются эти войска сохранить и перебросить на другие направления, но они же заинтересованы, чтобы вслед за ними туда не были переброшены наши войска, которые их штурмовали тоже на эти же направления. Они усилятся, и мы усилимся, просто в другом месте. Поэтому, по идее, они заинтересованы в том, чтобы дать арьергарные бои, нанести на максимальные потери. Что будет с обороной самого Херсон? Собираются ли они его оборонять? Собираются ли они вести городские бои? Хотя бы мобилизованными или какими-то другими частями и так далее? Непонятно пока. Поэтому, что будет там с дамбой и прочее, прочее. Потому что дамбу они не подорвут. И то, что Суровикин докладывал, что якобы есть угроза уничтожения дамбы украинскими войсками, это полная брехня, потому что тогда смоют нафиг весь левый берег и все войска, которые там они стоят. Там у них две линии обороны как раз в районах затопления, если подорвут дамбу. Но вот вопрос первые предыдущие, три вопроса предыдущих, да, они интересны. На них на самом деле нет ответа. У нас такая эйфория, конечно, я понимаю. Потому что это третье крупное освобождение, четвертое даже уже крупное освобождение с начала войны. Мы до вчерашнего дня вернули 37% с территории, захваченной с 24 февраля, в борьбе с против вековечного врага, очень тяжелого, который в фольклор вошел, в историческую память. И это когда нация имеет возможность попитаться за 400 лет, это всегда дорогого стоит. Ну или хотя бы за 8 месяцев, если уже так, или за 8 крайних лет. Но у военных людей остаются вопросы. Продвижение наше идет вперед планово, очень аккуратно, с доразведкой, для того, чтобы не нарваться на засады, на встречные контрудары. Там есть районы обороны, где очень много ирригационных сооружений. И совершенно неизвестно, что нас ждет по ту сторону ирригационных сооружений. Там могут быть и отсечные позиции, и районные рубежи для контрударов, и артиллерийские засады, и фактические засады. То есть это кровавая тяжелая военная работа. И именно поэтому я хочу особо подчеркнуть и буду подчеркивать, что никакого вывода российских войск с правой берега нет. Они не отводятся. Их выбила украинские вооруженные силы. Тяжелейшим кровавым трудом, с потерями, с методичным прогрязанием обороны в очень непростых условиях, тяжелейших условиях. С работой по переправе, плановой работой диверсантов, сил специальных операций, разведки и так далее, и так далее. Это очень-очень непростая работа и закономерный исход. Мы их выбили, как из-под Киева выбили, как из Харьковщины выбили. Вот мы выбили их с Херсу. Выбиваем. Какое-то время они будут убираться оттуда. Неизвестно еще какое, потому что неизвестно, сколько сил они оставляют. Никакие у них планы. А потом будет еще период стабилизационных мероприятий. Там разминирование, поиск диверсантов, работа с их разведкой оставленной, с наводчиками, которые будут наводить их артиллерию с левого берега на правое. То есть это целый кусок работы. Что хорошо, Николаеву станет намного-намного легче многострадальному городу, который натерпется, который несколько месяцев без воды, по которому стреляют каждый день. Дистанция, на которой увеличится, она уже делает крайней проблематике. И не совсем лишает возможности российские войска обстреливать Николаев, но делает проблематично. Николаеву должно стать полегче. Но все это может перейти на Херсон. По Херсону будут бить уже. То есть Херсон становится прифронтовым городом для тех подразделений, которые выйдут на левый берег. Но, безусловно, это крупнейшая моральная и военная победа. Политическая. Это означает, что, скажем так, что ни одного российского солдата не осталось на правом берегу Днепра. Это был последний пластдарм на правом берегу Днепра. К настоящему моменту. Из ложки дегтя могу добавить, если интересует. Но мы должны об этом говорить. В который раз у нас не хватает достаточно сил для того, чтобы проводить противника как следует. Мы, конечно, по нему бьем подступающими, будем бить. Мы нанесем ему потери. Я думаю, даже тяжелые потери. Но так, чтобы изолировать и похоронить, для этого нужен избыток сил, которых у нас, к сожалению, не было ни под Киевом, ни под Харьковом, ни под Суммами Черниговым, ни под Херсон. Потери, да, полностью уничтожить вряд ли. Это большая проблема. Это как бы... Потому что для этого нужно очень много дальнобойной артиллерии в данный момент, да, и так далее, и так далее. Что, увы и ах, не является реальностью в наших условиях. К сожалению. Но мы постараемся сделать так, чтобы как можно больше людей. Не ушло. Не ушло. А что там случилось с мостами? Потому что я сегодня утром прочла, что российская армия подорвала мосты. Я, естественно, подумала, что она подорвала мосты, уходя за собой. Не-не-не. И тут мне звонит Роман Светан и объясняет, что она сначала подорвала мосты, и при этом осталась частично с той стороны, с которой находится украинская. Да, они оставили заслоны, они подорвали мосты. И надо понимать, это не Новокаховская дамба, и не Антоновский мост подорваны. Это подорваны мосты на частных реках и через частные регационные сооружения. Там типа, да, мосты, шлюзы, через которые перекидываются и так далее, в отношении всех этих бетонных, противотанковых грубов и так далее. Это удивительная история, потому что вчера еще мы видели инженерную технику, которая придет вперед, активно. Но разумным объяснением может быть следующее, что, во-первых, отсекли мосты для тех, кого оставили обороняться, чтобы не было соблазнов бежать. Стойте уже, как бы, стойте, обороняйтесь. Во-вторых, ну мосты же, они же пристрелены, являются целью нашей артиллерии, авиации. Эвакуация по ним — это, в принципе, опасная вещь. Потому что перед мостами всегда скапливается и после мостов переправившаяся техника. Это идеальные цели для чего? Для поражения. А где эти мосты, нам известно. Как только мы понимаем, что они отходят, то же самое было под Киевщиной. Они все время скапливались перед мостами, отходя, заходя, снова накапливались. И регулярно мы их там выносили в ноль вообще, в черноту. Ну, они решили не повторять этот подвиг, и мосты подорвали, и переправляются в тех местах с помощью той же инженерной техники, которая обеспечивает там понтонные мосты и так далее. Они переправляются в тех местах, которые для нас неожиданно, которые мы недоразведывали. Надо сказать, что они довольно успешно положили связь на правом берегу перед этим за несколько дней. То есть, в принципе, такие действия на вполне себе троечку с плюсом. Что для российской армии удивительно, потому что выше тройки минус-минусом она никогда еще не поднималась. Вот, поэтому, ну, чему-то жучатся. Поэтому там достаточно, ну, как бы, общий контур понятия. Мы их вышибем оттуда рано или поздно, даже если остались заслоны. То есть, можно праздновать возвращение Херсона домой в перспективе у некоторых. Что касается конкретной военной работы на Земле, там еще много неизвестных. И я всем своим друзьям, которые там сейчас ведут батальоны вперед, сказал однокурсникам. Сказал, ребята, ох, смотрите, последовательно от рубежа к рубежу, с доразведкой, потому что нарветесь на встречный удар или на засаду, и будет вам горе. Вместо победы. Ну, есть тяжелая военная работа там продолжается. Ну, такое у меня объяснение, что не захотели просто эвакуироваться по хорошо известным маршрутам, по которым мы все равно били бы, да, били бы до разведку и ожидали там скопления их войск. А так элемент неожиданности присутствует какой-то. Шерлок, а вот правильно я понимаю, что это может быть опасная эйфория, особенно учитывая то, что вы говорили и на эфирах с Фегиным, и раньше? Потому что, в принципе, цель российской армии заключалась в том, что, поскольку положение под Херсоном безнадежно, сделать занятие Херсона как можно более дорогостоящим для украинской армии, в том числе и в той ситуации, если украинская армия побежит вперед, думая, что все пусто, все свободно, и тут ее начнут перемалывать. И вообще как можно больше украинских войск сковать возле Херсона, в каком-то смысле это такой Северодонецк наоборот. То есть вот у Северодонецка? Не получится у них Северодонецк наоборот, но мы только что сказали, мы только что сказали, что как бы опасность существует. Прямо существует. Я опередил ваш вопрос, когда сказал, что даже то, что я сказал своим друзьям, которые сейчас во главе своих подразделений топают вперед, занимая все новое на усиленный пункт, говорю, ребята, аккуратно. Все может быть. Если бы я вел эту оборону, я бы наделал бы засад, отсечных флангов, отсечных позиций, мест для контрударов, мест для авиационных ударов артиллерийских комбинированных. В общем, подступал бы так, чтобы мало не показалось наступающим. Но для этого нужно иметь очень много воли и очень много умения. Есть ли у них эта воля и умения, или хотя бы такие планы, мы посмотрим. Мы не знаем. Я же говорю, это среди неизвестных. Вполне может быть, обнаружится сегодня, например, к Фейгину уже, через 4 часа, прояснится обстановка и выяснится, что идут тяжелые бои на определенных рубежах, которые они отошли, но заняли. Новые. Может быть. А может быть и нет. А может завтра выяснится. То есть это все надо делать, как это, медленно и правильно. Точнее так. Это как в единоборствах. Плавность дает скорость, скорость, вернее, плавность, медленность дает плавность, плавность дает скорость. Вот так надо воевать. Надо делать все медленно, плавно, и тогда будет уже на скорость в целом. Не в конкретном там рывке, на конкретную деревню, а в целом будет правильная скорость. Но наши, похоже, достаточно грамотно там действуют. Там Тарнавский командует, генерал. Он очень, очень толковый военачальник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова